А мы с удовольствием продолжаем нашу программу. Пандемия коронавируса внесла в нашу жизнь серьезные изменения. Всеобщее голосование за поправки в Конституции планировали изначально провести 22 апреля, но из-за неспокойной эпидемиологической ситуации в стране эту дату перенесли. И новая дата голосования стала известна только недавно. Выполнить свой гражданский долг россияне смогут 1 июля. Провести голосование в этот день предложила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Ну а чтобы не провоцировать новый рост заболеваемости, голосование решили растянуть на несколько дней, также разграничить и потоки участников голосования. На связь со студией прямо сейчас вышел заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челгу Василий Зорин. Василий Анатольевич, доброе утро. Доброе утро, друзья мои. Василий Анатольевич, а вот скажите, почему вот именно 1 июля? Как вы считаете, чем такая дата удобна? Ну, давайте, во-первых, поймем, что какого-то, наверное, глубокого символического смысла в этой дате нет. То есть это не приурочено никакой годовщине, никакому событию важному. Как вы правильно сказали, эта дата именно что удобна. Потому что вот этот вот постепенный выход всех нас из режима карантина и возвращения к нормальной жизни, чего мы все, конечно же, очень сильно ждем, начнется с целых трех, на самом деле, больших событий. Это парад победы 24 июня, это ЕГЭ, которая начнется 3-го. Ну и вот между ними, скажем так, образовалось некое окошко возможности, куда по предложению действительно Эллы Александровны Памфиловой, главы Центра сберкома, решили поместить еще вот это вот действительно общероссийского значения важнейшее событие. То есть вот просто удобно на самом деле, удобно, хороший момент, поэтому решили именно воспользоваться такой возможностью. Василий Анатольевич, когда голосование планировалось провести 22 апреля, экономическая и политическая ситуации в стране были совершенно другими. И с переносом даты как-то изменилось отношение людей к голосованию? Да, вы знаете, действительно, повестка абсолютно изменилась. И все мысли наши, и политиков, и простых людей, и журналистов, я думаю, ваши, тоже были заняты совершенно другими вопросами. Это отразилось, кстати говоря, и на том, как работали крупнейшие социологические службы. То есть вот вопрос о том, собираетесь или не собираетесь идти, как будете голосовать на этом мероприятии, он действительно крупнейшими социологическими компаниями не задавался с марта. Но вот буквально на прошлой неделе Всероссийский Центр изучения общественного мнения опубликовал результаты своего опроса на эту тему. То есть они возобновили практику вот этих исследований. Ну, в общем, ответ у меня здесь двоякий. С одной стороны, интерес не потерян. То есть в ЦИОМ фиксируют, что осведомленность людей о том, что такое голосование состоится, находится на уровне 90%. И прогнозируемая явка, по данным ЦИОМа, находится в диапазоне от 46% до 62%. Ну, то есть это достаточно большой показатель. Причем надо понимать, что еще, ну, в общем-то, не предпринималось никаких таких серьезных действий на то, чтобы вот это вот желание людей принять участие в голосовании как-то стимулировать и повысить. То есть, с одной стороны, мы видим, что тема все-таки в головах у людей была закреплена еще в феврале, в марте. Она достаточно актуальна, она пользуется особым вниманием. И интерес этот не ушел. Но, с другой стороны, я бы, конечно, присоединился к вашей позиции по поводу того, что очень многое изменилось, и, наверное, изменилось, прежде всего, отношение людей к содержанию этих самых поправок. И я позволю себе высказать гипотезу, что, возможно, люди, те поправки, которые предлагается утвердить, будут воспринимать еще более остро и с более высокой степенью актуальности. Потому что поправки как раз-таки направлены на то, чтобы защищать, прежде всего, социальные права людей, а то, что эти права могут находиться под угрозой, скажем так, и что их действительно нужно защищать, я думаю, мы все очень явно и прекрасно поняли в период борьбы с пандемией. Абсолютно согласны. Спасибо вам, Василий Анатольевич, что вышли с нами на связь. Мы напомним, что сегодня с нами на прямой связи заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челгу Василий Зорин. Спасибо. Хорошего дня. Ну да, кстати, вот одна из поправок направлена на охрану окружающей среды и защиту животных. Наши животные из следующей нашей рубрики в защите не нуждаются, но зато они нуждаются в признании публики. Следующая рубрика «Пока все хвосты дома». Смотрим.